Утвержден новый порядок оказания палеотивной помощи. Все 100% тяжелых пациентов, нуждающихся в обезболивании, получат необходимые лекарства, включая и сильнодействующие. Палеотивную помощь, подразумевающую облегчение последнего периода жизни неизлечимо больных, можно будет получить не только в стационаре хосписи, палеотивном отделении, доме сестринского ухода, но и на дому. Кроме того, больные и их семьи получат поддержку соцработников. Все это предусмотрено положением об организации оказания палеотивной помощи, утвержденным совместным приказом двух ключевых социальных ведомств Минздрава и Минтруда. Этот документ публикует сегодня российская газета. Фото. I-Stalk. Положение детально прописывает структуру системы помощи самым тяжелым, по сути, безнадежным пациентам, которое начало выстраиваться в нашей стране. Закон о палеотивной помощи был принят совсем недавно в марте. Вылечить нельзя, помочь можно. Этот девиз одного из благотворительных фондов, можно сказать, стал основополагающим принципом нового порядка. Вот только несколько ключевых моментов положения. Палеотивную помощь человек и его семья должны иметь возможность получить в любом регионе, вне зависимости от того, где они живут. Для этого создается многоуровневая служба, не только стационарные учреждения-хосписы, палеотивные отделения в больницах, дома и отделения сестринского ухода, но также дневные стационары и патронажные выездные бригады, которые будут помогать пациентам на дому. Причем все виды помощи, как прописано в документе, предназначенные взрослым пациентам, к детям. Минус. Российские онкологи развивают проект по медицинскому туризму. Также важно, что в состав службы войдут центры респираторной поддержки. Сейчас пациенты на грани жизни и смерти, которые не способны дышать самостоятельно, обычно попадают в реанимационное отделение. И могут оставаться там на недели, а иногда и месяцы, хотя поддержание жизни у таких больных это отнюдь не функция отделения интенсивной терапии. Особенно в такой ситуации страдают дети, надолго оторванные от мамы и дома. Организации центров респираторной поддержки, оснащение их нужной аппаратурой, включая и переносную, которой можно пользоваться дома, поможет разрешить эти проблемы. Кстати, новый документ предусматривает возможность предоставления пациентам медизделий, которыми можно пользоваться в амбулаторных условиях. Сейчас переносные аппараты для вентиляции легких семьи с тяжелобольными детьми могут получить только от благотворительных фондов, а правового регулирования до сих пор не было. Положение также оговаривает обязательную преемственность помощи. Порядок предусматривает четкую маршрутизацию. Данные о пациенте при выписке его из стационара поступают в подразделение палеотивной помощи по месту его жительства и максимум в течение двух дней работники службы уже должны оценить его состояние, понять, какая помощь нужна. Более того, порядок оговаривает даже такую деталь, как передача данных о больном ребенке во взрослую службу за месяц до того, как ему исполнится 18 лет. Минус. В онкологии уже применяются элементы персонализированной медицины. Одно из главных достоинств нового порядка он обеспечивает взаимодействие разных служб и структур, как государственных, так и общественных. Палеотивная помощь – это не только работа медиков, вне задействованные социальные работники, и психологи, и волонтеры, и представители религиозных организаций. В реальной жизни выстраивание палеотивной помощи только начинается. Об этом шла речь на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере, которая состоялась на площадке Московского эндокринного завода единственного в стране, где производятся сильнодействующие обезболивающие. Важность темы подчеркнул премьер Дмитрий Медведев. Он приехал на заседание Совета, но сначала посмотрел новую заводскую линию, где впервые в нашей стране началось производство обезболивающих пластырей. Нужные лекарства в стране производятся, и, более того, взят курс на полное импортозамещение, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Но при этом пока нет некоторых форм. Инъекционные препараты – это дополнительные страдания больных. А таблетки пролонгированного действия мы начали выпускать не так давно. Все необходимые формы и дозировки, по оценке вице-премьера, начнут выпускать к 2023 году. А пока закрыть нужду предполагается, наладив производство на базе аптек из субстанций, предоставляемых промышленным производителям. Документ публикуется на строение 18-20. Мнение. Мы стали человечнее. Нюта Федермейсер, учредитель фонда помощи хосписам Вера. Минус. Российская медицина привлекает пациентов из-за рубежа. Но проблем остается очень много. Я назову лишь часть. У нас до сих пор отсутствует система учета пациентов, которым нужна палеоативная помощь. Значит, трудно рассчитать правильно потребности в лекарствах, видах помощи. Регионы создают палеоативные койки, но часто они рассчитаны на одного, двух, пятерых пациентов и полноценно они работать не могут, ведь отделение это и специалисты, и нужное оборудование. Такие койки, по сути, фейк, их, как правило, занимают непрофильные больные. В рамках проекта Онфрегион заботы я много езжу по стране и вижу, только 15% пациентов на палеоативных койках это действительно нуждающиеся в такой помощи. А вот выездные службы, помогающие на дому, развиваются крайне медленно. Ускорить эту работу могла бы дорожная карта по палеоативной помощи, которая включила бы в себя последовательные шаги и конкретные сроки по решению всех накопившихся проблем. Крайне острым остается и вопрос уголовной ответственности врачей за ошибки при использовании наркотиков. Общество здоровья медицина и здоровое питание.